Когда они взяли Мариуполь в кольцо, они включили на полную мощность все свои радиостанции на разных частотах. Включили радио, оповещение. И там они говорили, что это ВСУ вас обстреливает, это АЗОВ вас обстреливает. Зеленый коридор только на Донецк. Вы можете выехать только через Донецк. Другого пути эвакуации нет. И всего остального. Ждите, ДНР придет. Это был единственный источник информации для людей, которые прячутся в убежищах, в подвалах и всего остального. Единственное. И мы сами видели, как люди сидят в подвале и потом разделяются между друг другом. Потому что есть проукраинские семьи и люди, которые были не туда и не сюда, и они сомневались, они боялись и уже думали. Вот сейчас Россия придет, ДНР придет, что мы будем историю ДНР учить. Он говорит, да, говорит, что это смеется трехлетнюю. Некоторые люди, вот просто проукраинским мнением, они отделялись из этого в другом части подвала, которые не могли это слушать и воспринимать и мириться с таким мнением. Жень, расскажи, как вы вообще оказались в Мариуполе до вторжения? Оказали, но это был план. Если будет полномасштабная война, то мы должны были, будем оказаться в Мариуполе. Ну, мы тогда на тот момент были в командировке уже, и как бы все ждали, что вот-вот со дня на день начнется война. Да, никто не знал просто, когда эта дата отсорачивалась каждый раз. Но уже были предпосылки за последние несколько дней, что вот-вот это со дня на день произойдет. Ну, и мы 23-го уже поняли, что это будет завтра. А после чего поняли? Ну, было заседание Совбеза по безопасности РФ, такой был концерт, по-моему, числа 22-го. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите. Так и говорю. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо. Садитесь. Спасибо. И очень было интересно смотреть на это все, как будто они объясняли для внутреннего зрителя, что будет происходить. Мы ночевали в Волновархе, на следующий день едем, мы уже видим, что все дороги в траках, следоват тяжелой технике. И мы понимаем, что все выезжают на свои боевые позиции и готовятся уже встречать. И вечером поняли, что пора. И мы делали круг из Бахмута и всю ночь ехали в Мариуполь. И за час до войны мы приехали в Мариуполь. Это в 3-3.30 утра мы были в Мариуполь. Как так произошло, что вы там вообще вдвоем остались? Еще был продюсер. Да, втроем. Втроем. Мне кажется, что в какой-то момент все международные журналисты, которых мы встречали, они просто уехали. Потому что в Киеве шли бои. Был шанс, что просто Киев возьмут, и это считалось самой большой угрозой. Это считалось в международных новостях самой большой новостью. Во-первых. Во-вторых, много редакций приняли решение эвакуировать своих журналистов, потому что был шанс, что Мариуполь будет окружен. Кто-то понимал, что завтра-послезавтра закроется кольцо, и все. И они решили выехать. Мы подумали, поспорили, запланировали, и нам разрешили остаться. Это было осознанное решение, которое мы приняли, понимая, что это опасно. И у Associated Press работает несколько команд. И нашей зоной был Мариуполь. Расскажи об условиях, в которых вы жили. Это же не просто условия, в которых вы работали. Смотри, я всегда пытаюсь сказать, что условия, в которых жили журналисты, они не важны совсем. Это просто условия, в которых жили все люди. То есть нет воды, нет электроэнергии, а еще нет памяти на карточках, нет куда отослать сюжет. Но все равно то, как нам сложно было, это не важно. Совсем не важно. Потому что это было осознанное решение работать журналистом. Осознанное решение делать эту работу. Для людей, которые там остались, это не выбор. Это просто трагедия. Это просто трагедия. Было очень стремно. В данном случае мы не хотели выезжать. Потому что мы считали, что нужно остаться до того момента, пока у нас есть возможность работать. А зачем? Зачем? Не знаю, но... Мы считали, что это важно показать, что происходит. Уникальность истории Мариуполя в том, что это была первая история, которая показала миру, что из себя представляет российское вторжение в Украину. Что это не специальная операция. Не какие-то точечные удары по инфраструктуре или военном. Что это уничтожение людей, уничтожение городов. И это был шок для всего мира. Это во-первых. Во-вторых, со времени Мариуполь стал символом этого вторжения. Таким горьким и болезненным символом. Ярким, болючим символом. Расскажи о съемке в роддоме. Как вы вообще оказались там? Как российская пропаганда слепила из вас демонов, главных врунов? Слушай, все очень достаточно несложно. В тот день мы снимали и братские могилы, как людей из больницы номер два доставляют на старое городское кладбище. В Мариуполе там была вырыта большая проше, 30-метровый ров, куда скидывали все тела убитых, умерших. Куда привозили людей с других районов. Такая огромная могила. Туда скидывали все. Потом нам нужно было поехать и зарядить свои компьютеры. Ну, мы поедем в больницу. Там всегда работал генератор. Но там был такой обстрел в этот момент, что мы развернулись и поехали назад. Тысячи мелочей. И там за тысячи мелочей запарковались в каком-то дворике. При Азовский университет и еще куда-то. Вот там была такая серия там очагов взрывов. Как бы ее там легко было распознать. И одни из них, больница, прямо напротив. Ну, пошли в больницу. И в районе этой больницы что-либо, что можно было бы трактовать как военный объект. Или там, где могли действительно находиться военные и так далее. Я не знаю, могли ли промазать или... Слушай, в тот момент есть какие-то объективные свидетельства того, что это используется как военная база. Это наличие окопов, наличие каких-то позиций, наличие какой-то военной техники и всего остального. На тот момент мы там не видели ничего. Мы знаем, что там находился госпиталь, военный госпиталь для военных, там где лечили раненых военных. Вот. Но это не прямо в роддоме. Это было другое здание. И там не было точно позиции. Там были находились... А по нему попали в итоге? Нет, нет. А плакал когда-нибудь? Ну, за эти 20 дней или после этого? Да, плакал. Да, плакал, было. Над чем? Дети умирают. Ты снимаешь и плачешь. Потом детей хоронят. Братская могила. И ты знаешь, что в этих мешках, которые кидают в эту братскую могилу, там те дети, которых ты снимал. То есть вот эта девочка, этот мальчик, они в тех мешках. Их просто кидают туда. И ты плачешь. И снимаешь. Но это нормально. Не то чтобы «О, это так тяжело». Это тяжело. Но это не так тяжело, как родителям этих детей. И не так тяжело, как этим детям. А машину как потеряли? Попали в окружение в одном районе. Ты за рулем, нужно понимать. Ты за рулем, это твоя тачка. У нас нет водителя, нет. Но мы как бы передвигаем нас трое человек, в основном на выездах, в основном двое людей. Когда мы потеряли машину, нам нужно было поехать в больницу и верифицировать женщин, которые эвакуировали. И кто из них выжил, кто не выжил после бомбардировки роддома. Мы поняли, что одна из женщин умерла. Другие родили. И когда мы их нашли, я снял сюжет, и мы поняли, что мы в окружении. То есть мы уже не могли выйти из больницы. Уже подъехали танки. Начали стрелять по домам, которые были рядом с больницей. Получилось так, что здание напротив, как одно из зданий корпуса больницы, центр крови, уже был занят русскими военными, которые открыли огонь по больнице и ранили медсестру. А через какое-то время на улицу выехали танки русские. Получается, и заблокировали все подъезды и выезды. Получается, и наша машина в том числе находилась в зоне обстрела. И забрать ее было небезопасно. Потому что нам нужно было пробежать кусок дороги. Либо машина тоже стоит на видном месте. И танки тоже перекрывают все подъезды. Выевакуироваться было на машине небезопасно. Поэтому мы решили, что мы не спрячемся пока что в больнице. Переждем. Врачи нам дали белые халаты. И мы в белых халатах делали вид, что мы медицинский персонал. И просто чекалось все ночь. Мы просто ждали всю ночь, что случится дальше. И утром полицейские, спецгруппа, пришли нас оттуда вытянуть. И они нас спасли. Нам просто повезло, что полицейский, который с нами был, передал по рации, что журналисты застряли в больнице. И группа просто пришла нас спасать. А кто их направил туда? Ну вот тот полицейский. Ну то есть они шли уже через поле боя. И выводили нас тоже через поле боя. Мы пробежали где-то около километра пешком под обстрелом. Прыгнули в их не бронированные машины. И они нас довезли в центр города. Мы сказали, пока ребята. А в центре города уже что? В центре города, ну как бы ничего. Ну потому что получается, что один район уже занят русскими. Да, ну и они просто взяли один блок. Да, там как бы город большой. А центр города, ну как бы под контролем. И там периодически идут столкновения даже вот в этих между районами. Городские бои. То есть вас вывезли из территории, которая уже контролировалась россиянами, на территорию, которая была... Это такое оперативное окружение называется. Зона оперативного окружения. Мы в нее попали, были заблокированы. Нас оттуда эвакуировали до центра города. Вали пока, и мы как бы пошли своим ходом в себе в гостинницу. И долго еще оставались? А, ну день. Или уже даже вы тоже уехали? Это было уже 12-е число. А мы выехали еще 15-го числа. В той колонке, которую я читала, ты писал, что на вас россияне объявили охоту. Почему? Что это за списки были? Во-первых, тогда объявили охоту на всех журналистов. Во-первых, тогда объявили охоту на всех журналистов. Приходили новости, что стреляли в BBC, CNN, убили нескольких журналистов иностранных. Немного позже расстреляли Макса Левина. Тогда мы не знали, что с ним случилось, но его расстреляли. Тогда уже было понятно, что все журналисты являются целью. В Мариуполе был еще один документалист из Литвы. Его убили тоже. Очевидно, что все журналисты были целью. А про нас просто писали в официальных информационных российских ресурсах. Что мы террористы. Вот наши имена. Нам приходили угрозы в социальные сети. Плюс, мариупольские полицейские нам сказали, что за нами охотятся. Что было в Мариуполе самое страшное за эти 20 дней? Да, по-моему, правильно мы говорили. Не знаешь, вот, мне кажется, интересно в том, что в начале, оно, как я тебе рассказывал до этого, что это как... лавина, которая сходит, но ты не видишь ее на вершине, потому что ты стоишь в долине. Не, она... на тебя падает. Ты слышишь шум, но не видишь еще полной волны. Тебе начинает быть страшно. И ты не осознаешь всю... всю опасность до конца. Может быть и к лучшему. Вначале ты осознаешь, что да, тебя присыпет. А потом, ну, у тебя же нет другого шанса. Ну, типа, либо ты здесь будешь сейчас искать... за камень, который укрыться, там еще что-то, вот, и что-то делать, тогда есть шанс. А если ты просто будешь бояться и плакать, но и сидеть в подвале, то явно ничего не произойдет. Вначале было... у меня плохие ощущения, вот у меня конкретно, что да, опасно, прилетает как-то очень хаотично, и стремно было выходить на улицу и куда-то выезжать. Но потом стало менее стремно, и потом стало уже немножко даже пофигистически, потому что если ты все равно не поедешь, ты ничего не сможешь сделать. Поэтому это чувство ты перебориваешь в себе уже на месте, потому что другого шанса нет. Я часто слышу от военных журналистов о том, что если ты сильно поборешь в себе это чувство, то это же вот риск потом не выжить, что с этим тоже нужно быть очень аккуратным. Всегда есть риск. Нет. Но в данном случае вот хорошо построена система, что нас стараются держать не больше, чем месяц в поле, а потом стараются ротировать, либо давать тебе небольшой отдых, либо ты можешь снимать какие-то другие темы, чтобы у тебя была какая-то эмоциональная разгрузка вот от этого всего, потому что находиться все время в стрессе или там ездить на передовую и находиться там в зоне опасности – это не ок, поэтому нужно держать баланс, чтобы сохранять это чувство страха. Что за эти 20 дней тебя сильнее всего впечатлило? Последний день. Здесь есть эта фотография. Она не очень часто попадает в публикации, потому что она тяжелая. Мы знали уже, что уезжаем. Мы ждали конвой Красного Креста, чтобы пытаться выехать. И были в больнице. Это была последняя работающая больница в Мариуполе. И один из врачей повел нас в подвал. Мы прошли мимо главного входа, возле главного входа лежали просто тела людей. Я еще подумал, тут я вижу одного военного и где-то 15 гражданских. Где-то такой и был баланс. И потом он идет, идет, идет. Мы спускаемся в подвал, и он нам показывает, а там десятки мертвых людей, убитых людей. А он говорит, это все люди, которых мы не смогли спасти. А потом он подходит к такому какому-то маленькому свертку, начинает его разворачивать. И сначала мы не понимаем, что там, а потом мы понимаем, что там маленький ребенок. 20-23 дня этому ребенку. И это последнее, что я снял в Мариуполе. И потом мы уже уезжали, и этот кадр стоял у меня в голове. Я думал, что это ужас. Но сколько еще такого там было, чего мы не смогли снять и не сможем показать. Указать. Выехали, вот еще мы уехали 15-го числа. А как решили, что нужно выезжать? Что сработало? Что сработало? Ну да, какая эмоция, какое чувство, что вам сказало? Ну все, ребята, пора заканчивать. Объективно, ну уже просто было очень сложно работать, потому что нет машины. Иногда мы помогала полиция и возила нас на своей машине. В одном из полицейских главков, не главков, патрульный участок патрульной полиции, там, да, на базе патрульной полиции у них был интернет. И они помогали нам сливать какую-то информацию, которая у нас там накопилась за определенное время. Нам нужно было ее слить, потому что в других частях города уже интернет не работал, а у них там был какой-то спутниковый интернет настроенный, медленный, который работал, ну, можно было воспользоваться. Самым тяжелым было не отсутствие воды, не чрезвычайно высокий риск, потому что просто выходить на улицу и что-то снимать, это уже был большой риск. Но самым тяжелым было знать, что ты снял 20 часов видео, а смог ты отправить только 10 минут из этого видео. То есть сказать есть что, но ты не можешь, потому что нет связи. Поэтому выехать из Мариуполя было принципиально важно. Выехать и вывести жесткие диски, вывести карточки и все это опубликовать. К счастью, нам удалось выехать. Но сотням людей не удалось. Они погибли. И мы потеряли нашу машину, и нам посчастливилось, что нас вывозила семья на своей машине. И нас просто не заметили в этой машине. Мы жалеем, что уехали рано и не сняли, как разбомбили драм-театр. Там можно было оставаться долго и хоть до Азов-Сталина. Вопрос в том, чтобы была возможность как-то выехать, потом и безопасно вывести все архивы. Потому что это очень важно. Потому что ребята, которые были на Азов-Сталина, они же тоже много снимают. Но у них ничего не осталось. Все было уничтожено. И то, что они успели залить в YouTube, то и осталось. Женя уже говорил об этом в интервью, и от тебя я уже об этом слышала, что у вас есть чувство вины из-за того, что вы уехали. Объясни, почему. Мы это слышали и от врачей, с которыми работали. Они выехали где-то за... Когда россияне уже оккупировали тот район, где мы работали в больнице, за несколько дней большинство врачей выехали из этой больницы. Они больше не могли работать. И они нам потом говорили, что они чувствовали вину. Потому что они как-то просто оставили людей. Но у них не было возможности работать. Не было медикаментов. Не было транспорта. Ну ничего они не могли там делать. И с нами тоже так же было. Мы выезжали. Мы выезжали, и мы понимали, что остается город. И самое плохое начинается именно сейчас, когда мы выезжаем. Ведь самые большие разрушения города начались именно, когда мы уехали. Просто еще один пример. На следующий день, когда мы уехали, россияне разбомбили Мариупольский драмтеатр. Мариупольский драмтеатр. И там уже не было ни одного журналиста. И это такой очевидный пример. Что происходит, когда нет журналистов? Когда нет возможности увидеть объективно и полностью, что именно произошло? Мы потом делали расследование. Мы опросили десятки людей, которые выжили. И семьи, которые потеряли близких. На это ушел месяц. Мы смогли реконструировать полную картину этого преступления. Но все равно, если бы там были журналисты, это было бы намного легче. И доказательства были бы более очевидны. Ваши фото, ваша работа, ваши видео оттуда, но они так всколыхнули мир. Мне как бы сложно сказать, насколько это всколыхнуло. Да, действительно, вот сложно сказать, где же, собственно. Это не остановило войну, это не приостановило обстрелы. Самолеты и дальше продолжили летать и бомбить. И все остальное. Ну, вот как? Можно оценить действия информации данного случая? Ну, я тебе скажу, как, например, все знают, ну, условно, кто хоть что-то слышал о российско-украинской войне, все знают ваши фото, видео из роддома в Мариуполе. Мне кажется... Мне бы очень хотелось, чтобы это что-то изменило действительно вот на земле. Может, в понимании людей оно немного и изменило. Но, к сожалению, те люди, которые не верили, они и продолжают не верить. К сожалению. И что бы ты там не доказывал, что бы ты там не говорил, к сожалению, типа, это все будет дальше продолжаться. Такой человек, это, собственно, героиня этих съемок, которая стала потом... Марианна ее зовут, правильно? Потом ее активно стали использовать российские пропагандисты, и она, по-моему, это делает довольно охотно. Ну, мне как бы... Я не сужу никогда человека, Вот у человека, у него своя голова на плечах, он сам, как бы, кузнец своей жизни, да? У него есть свои мысли, есть все остальное, и ты не можешь там... Да в данном случае мы... Нам было важно показать и рассказать, что происходит в городе и что было. Но очевидно, что сама... сама эта ситуация и сами... и эти свидетельства и сама Марьяна сама доказывают, что это так и было. Она была... случайно попала в кадр? Ну, она была там, да. Ну, ты знаешь, я не знаю, когда ты ловишь... Ну, как случайно? я не снимаю, не знаю. Ну, есть объективно, ты видишь, что это роддом, и выходит женщина, да, беременная. у нее видно, что она... по поводу выбора фотографий, то или иное, ты уже в этой конкретной ситуации уже делаешь немножко позже, да, но изначально ты проводишь съемку, потому что ты не знаешь, сколько времени ты будешь там находиться, сколько тебе вообще удастся там поработать. Ну, как бы... Ограниченно. То есть ты просто снимаешь все, а потом отбираешь? В данном случае ты снимаешь, да, там, типа, вот, как бы, оперируясь там на свое визуальное видение, на этику еще в том числе, потому что, как бы, не все сцены этично показывать, но очень важно, как бы, сохранять баланс в этом все. Поэтому... Да, потом ты принимаешь решение, как бы, что, можно показать, что не нужно, что... А удивился, когда потом начали... стали говорить о том, что это постановка, это актриса? Не, ну, мы посмеялись, конечно, да, но это... Ну, это не первый раз такое происходит. Это происходило с нашими коллегами еще в Грузии в 2008 году с украинским коллегой. Коллега из Ройтера с Глебом Гараничем, когда его тоже обвинили, что это все постановка, и все остальное, и это все неправда. Мирных жителей здесь не убивают. Это методичка, по которой работает в данном случае пропаганда. родной город оккупирован. Да, оккупирован. Как и твой? Как и мой. Да. Какие чувства? Мне очень грустно видеть там русский флаг. И это невозможно. Люди все боятся, да, вот, я думаю, что там это похоже... Мы знаем, что наши знакомые забирают в плен, сажают в тюрьму, делают ложные обвинения. Мы также видели там съемки как изгнание и всего остальное. Да, многих людей там не находят. Поэтому, ну, что же там? Российская справедливость такая. Много говорится о том, что украинским журналистам очень сложно выдержать баланс. Якобы именно из-за того, что гибнут люди, которых ты идентифицируешь как свои. Ты с этим сталкивался? Нам немного проще, потому что мы работаем в международном агентстве. И у нас есть стандарты, по которым мы всегда работаем. Они не меняются от того, где идет война. Поэтому есть возможность всегда немного отступить назад и посмотреть. И тебе всегда помогают редакторы, которые говорят, Мстислав, нужно посмотреть вот так или вот так, с этой стороны или с иной. Или тебе не хватает комментариев такого или такого. Тяжело эмоционально. Просто эмоционально тяжело работать. Ты не можешь быть нейтральным внутренне. Но это совсем не означает, что ты не можешь профессионально делать свою работу. Мне кажется, что это относится ко всем журналистам. Потому что, когда ты из журналиста превращаешься в активиста, ты теряешь доверие зрителя. А когда ты теряешь доверие зрителя, ты даешь возможность пропаганде тебя атаковать и говорить, смотрите, вот это пропагандисты, им нельзя верить. Они ангажированы, не могут говорить объективные вещи. Именно поэтому важно всегда стараться оставаться с холодной головой. Мне кажется, что важно посмотреть на историю Мариуполя и вообще на вторжение России в Украину не только с перспективы момента, который сейчас, а посмотреть, как на это будут смотреть люди через сто лет. Когда они захотят понять, что происходило в Мариуполе сто лет назад. Может, снова будет какая-нибудь Орда, какой-нибудь конфликт, Четвертая мировая война. Если бы у них был пример, если бы они увидели, как это страшно, если бы они увидели эти видео, фото, текстовые документы, может, люди захотели бы посильнее остановить это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok